Всем привет! Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию обзор удивительной игрушки робота-щенка Текна. Пришел он из Америки в такой коробке. К нему прилагается вот такая инструкция на английском языке. Здесь достаточно подробно описано все то, что умеет Текна. И сейчас я продемонстрирую то, что он умеет. Для начала включим. У него впереди имеется кнопка. Вот так вот, когда горят глаза, это говорит о том, что он готов общаться. И сейчас он отреагировал на голос. Он начал двигаться, он начал шевелить душами, лаять и хвостиком махать. Это все говорит о позитивных эмоциях, которые он испытывает. Он также может испытывать и негативные эмоции. Это когда загорается только половина лампочек. Вот таким движением руки его можно остановить. Потому что он практически все время куда-то движется, лает, стремится к общению. Что он еще умеет делать? У него есть игрушки. Вот такая игрушка есть, мячик. Если ее приложить в карту, он начинает как бы играться с ней. Все, вообще он должен сбросить этот шарик. Но он почему-то не всегда это сделает. Скорее всего, по настроению. Посмотрим. Нет, не хочет. Вот он иногда сбрасывает, иногда нет. Можно, конечно, еще подождать немножко. Не хочет. Ну, хорошо. В принципе, можно не зацикливаться на этом. Так же этот щенок любит покушать. У него есть вот такая косточка, которую мы подносим, и загораются индикаторы. Это говорит о том, что он кушает, что он наелся. Вот так вот. Еще что умеет Текна? Еще Текна умеет нюхать. Если поднести какой-нибудь предмет или руку в область носа, он начинает нюхать. А так же он реагирует на поглаживание. Кстати, вот эти две манипуляции, нажимание на нос и поглаживание по голове, они также являются функциональными клавишами, датчиками, которые отменяют другие функции. Потом это будет видно. Так, что он еще умеет делать? У него еще есть две кнопочки на голове. Одна из них, вот которая слева, одна из них, это способность, включает способность щенка общаться. Вот сейчас посмотрим. Нажимаем. Вот таким образом я сейчас демонстрирую, как общается этот щенок. Он слушает внимательно все, что ему говорится, а потом отвечает. Вот такая интересная функция. Отменяем мы эту функцию, как я уже говорила, двумя способами. Или гладим по голове, или даем что-нибудь понюхать. Все, отменили. Есть еще вторая кнопочка, которая дает возможность, как бы описано вот в инструкции, танцевать щенку. Сейчас он заскучал. Он скулит, горит только нижний индикатор. Так, вернемся к этой кнопочке. И, значит, путем нажатия на эту кнопочку воспроизводится мелодии, их всего две у него, под которые он танцует. А танец для него, это он идет вперед. Сейчас мы это продемонстрируем. И реагирует он на хлопок. Ну, даже так. Или на голос. Это первая мелодия. Остановим ее, потому что она будет долгая. И есть еще вторая мелодия. Сейчас, первый раз он отреагировал на голос, а второй раз я хочу показать именно по хлопку. Нажимаем два раза, чтобы запустить вторую мелодию. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. ну вот такие функции я остановила уже и есть еще у него две замечательные функции на мой взгляд они уже наверное сложные это возможность сесть на задней лапой и из этого положения сделать кувырок чтобы добиться выполнения этих команд есть два способа первый это мы на три секунды задерживаем ладонь перед глазами щенка и как бы приводим в готовность и второй способ это нажатие на две клавиши одновременно в течение также и они также приводят его в готовность к выполнению этих команд сейчас я хочу это продемонстрировать мы слышим было три гудка и теперь даем команду сесть вот это была команда сесть мы ладошкой провели перед глазами вниз а команду кувырок мы теперь будем давать проводя ладошкой снизу вверх всегда удачно садиться он может немножечко так приземлиться на нос но в целом как бы ему это удается ну второй способ я уже не буду показывать он также достигается путем нажатия вот на две кнопки и выполняет все то же самое такой интересный щенок детям очень интересно с ним общаться но самое интересное то что это еще не все я наверное его уже выключу чтобы было слышно то что я говорю еще есть возможность программирования этого щенка через планшет то есть как вот сейчас уже существует много разных интерактивных игрушек с которыми можно играть через планшет и задавать много дополнительных функций также и этот щенок обладает всеми этими способностями вот даже на коробке написано просто сейчас я не буду это демонстрировать достаточно будет долго здесь тоже где-то инструкция на вот сопряжено поэтому очень интересная на мой взгляд игрушка достойное внимание и особенно если нет возможности завести настоящую собаку дома можно приобрести вот такой вариант игрушки на этом все спасибо за ним за внимание до новых встреч